Не волнуйся, уже все хорошо. Уже все прошло. Детство. Спасибо. Ты звезда. Это Ксюша. Ей 17 и живет она в селе Курья. 1 сентября 2020 года она попала в аварию. Теперь проходит лечение в реабилитационном центре. У меня была, получается, левая сторона полностью парализована была. И я лежала при этом в коме. И я вышла из комы. Спасибо врачам. И у меня левая сторона трясется, когда я волнуюсь. Врачам помогает современное оборудование. Так новая пара для разработки суставов позволяет безболезненно для ребенка восстанавливать функции конечности. За счет возможности выставления углов и времени воздействия на сустав удается точно рассчитать индивидуальную нагрузку. Этот и около десятка других аппаратов поступили в отделение медицинской реабилитации Центра охраны материнства и детства в конце 22 года. Было подобное оборудование какое-то? Не было. Мы ждали. Ждали этого. Не было этого. Мы делали руками. Чем хорош аппарат? У нас, в принципе, идет выздоровление до 90%. То есть раньше было 60, и мы отпускали недоработанных детей. То есть они дорабатывали дома. Ну, представляете, как в деревне ребенок дорабатывали. Ну, никак. То есть здесь он уходит на практически здоровье. Мы ставим на ноги его. А этот стационарный аппарат лечит низкоинтенсивным импульсным магнитным полем и оказывает обезболивающее и противоотечное действие. В основном у нас дети лечатся с отделения на этом аппарате ортопедия и травматология. Также принимаем детей с отделения неврологии. То есть востребованность аппарата очень высокая. Чем еще хорош этот аппарат, то что можно одномоментно проводить лечение для двух пациентов. Также появился особый тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата, лестница-брусья, аппараты для разработки суставов руки и пальцев и другое оборудование. Мы еще делать можем ротацию в кисти, повороты. Да, на рынке у нас задействовано сгибание-разгибание. Мы задали градусы, и у нас работает. При этом ребенок не чувствует боли. Боли не чувствуешь? Нет. В нашем центре охраны материнства и детства осуществляются три этапа реабилитации. Первый этап реабилитации начинается в отделении реанимации, второй на базе круглосуточного стационара, и третий этап амбулаторный на базе дневного стационара. Оборудование у нас как стационарное, так и компактное мобильное, которое при необходимости мы можем доставить в отделение интенсивной терапии. В 2022 году лечения в отделении медицинской реабилитации прошли около 9 тысяч детей, а процедуру в общей сложности провели порядка 100 тысяч. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.